Я больше 60 лет работаю в искусстве, и я хочу рассказать, чтобы все знали об одном человеке, который живет в Красноярске. Меня абсолютно не интересуют его политические убеждения, политические настроения. Я хочу рассказать об Анатолии Петровичи Быкове, человеке, который очень любит свою родину, преданном человеке России. Человеке, которого нет равных не только у нас в городе, насколько я знаю, но, по-моему, и во всей России. Это благотворительность, то, что делает Быков. Начнем по-крупному. Почему? Если бы так Анатолий Петрович Быков продлил жизнь Екатерины Констинной и Офель, самое малое на 4 года, когда он взял ее под свой патронаж и обеспечил ей спокойную старость. Он пробовал, чтобы она жила там, за Бетлужанке новый благотворительный дом выстроен. Он туда ее устроил, ей это мне понравилось. Потом, в конце концов, она вернулась домой, и он тратил огромные деньги на прислугу, которую укаживала круглосуточно за Еофель. И он помог ей прожить лишнее, не лишнее, а нормальное еще 4 года, потому что она все эти годы болела. И все это ради Анатолия Петровича проходило. Мы все понимаем, что это не малые деньги, а не только внимание к человеку. Второе. Анатолий Петрович, каждое 8 марта устраивал праздник в нашем большом концертном зале для женщин. И каждый, приходящий туда, в этот зал, получал не только удовольствие от хорошего концерта, и артистов, которых он приглашал туда, например, Кобзона и других, и других, и других. Еще каждый получал огромную красконовскую коробку юбилейных конфет и проводил время. Кроме этого, на протяжении многих лет Анатолий Петрович Быков собирал во дворце спорта Ерыгина, накануне Дня Победы, Собирал 3500 человек, участников войны, ветеранов войны, трудящихся города, и приглашал на эти концерты таких людей, как Иосиф Давыдович Кобзон, народный артист СССР, герой труда, Андрей Дементьев, заслуженный деятель искусств, известный поэт, Николай Басков, Лев Лещенко, народный артист России. И никто же не знает, никто не знает, может, сегодня впервые услышат от меня, что это стоило сумасшедшие деньги, потому что сегодня гонорар таких артистов превышает за миллионы. И все это Быков оплачивал, все это делал Быков. Это вот эта сторона дела. Я уже не говорю о том, что Быков очень сильно помогал и помогает свободному балету Терешкина. А он оплачивает им поездки на фестиваль в Америку. Он оплачивает их гастроли. Он оплачивает пошивку костюмов. Это стоит сумасшедшие деньги, это не копейки. Это не копейки. Дальше. Анатолий Петрович Быков я уже не говорю. Он оказывает конкретную материальную помощь ветеранам войны. Он оказывает помощь этим самым ветеранам труда. Жителям Красноярска отдельным. Он выделяет огромные суммы денег. Это все вот эта вот книжка у меня вот эта вот лежит. Это все вера и надежда. Это все вера и надежда. Вот это все, что делается, вот то, что я рассказал, это все Быков. Это все Быков. Поэтому я считаю, что то, что делает сегодня Анатолий Петрович Быков как человек, как благотворитель, это выходит за рамки всякой высшей похвалы. Потому что никто этого не делает. В Красноярске, я знаю, никто этого не делает, то, что делает Быков в смысле благотворительности. Я не знаю. Я уверен, что и в Союзе, и в России тоже этого никто не делает, насколько мне говорят товарищи. Вот поэтому я лично думаю, если уже там не касается абсолютно политики, я думаю о том, что как вот люди и все, и все. Я думаю, убежден, что Быков мог вполне пригодиться в Государственной Думе в Комитете по делам культуры и искусства. Я убежден, что он там вместе с Говорухиным, с Кобзоном, с Дропека и с другими великими, выдающимися людьми смог бы делать вот такое, продолжать свое благотворительное дело в отношении людей. Потому что я вам честно скажу, я работаю в искусстве, я уже говорил, 60 с лишним лет. Я такой благотворительности, как со стороны Анатолия Петровича Быкова, не встречал. И не только я, а многие люди не встречали такого. И в этом его заслуга. Я просто хочу пожелать ему здоровья, здоровья и здоровья, потому что я уверен, что он будет делать это и дальше.